На несколько дней Барнаульский грибной канал стал местом притяжения фанатов со всего мира. Здесь проводится соревнование Алтайская регата, байдарки, каноэ, драконы, сабборды, а также тысячи зрителей, которые это наблюдают. Так что загребай, Алтай! И он действительно загреб на первое место. Речь идет о нашей команде спортсменов до 30 лет. В финале их дракон первым пересек финишную черту, обойдя сборную из АлтГПУ и Белгородцев. А в категории 40 плюс в топ-4 вошли местные политехник и алтайские ветераны. Да, честно говоря, не сказать, что сложно, но все-таки спасибо соперникам на такую горку. Как думаете, что обеспечило вам победу все-таки? Слаженность в команде. Как вы его всем оцелите? Есть над чем поработать? Ну, есть, но 9 из 10. Всего на соревнованиях собралось свыше 300 участников из 8 стран. Их, как и барнаульцев, тепло встретили праздничной программой и ярмаркой. Эти активности больше оценили зрители. А вот спортсменам и организаторам понравился сам грибной канал. По большей части из-за него и выбрали Алтайский край. У меня было порядка 10-15 грибных каналов вообще в мире. Это один из самых лучших. Ну, честно. Потому что такая работа была здесь проделана, начиная с 2014 года. Это дорогого стоит. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я смотрю, денег здесь делали, там засыпали, пляж там классно делают. То есть, вот это действительно жемчужина Сибири. Не подвела и погода. Почти все время зрители и спортсмены были на солнце. Даже туманные финалы впечатления не испортили. На восьмерочку точно себя тянет. А за что два балла сняли? Два балла снял, наверное, за то, что не все время было интересно. То есть, слишком долго были призовые вот эти вот как раз-таки начинания. Начинание. Нужно, как мне кажется, на самом деле соревнования начинать с самого начала и только в последний день выдавать все награды. Мне тоже очень понравилось, что, во-первых, мы здесь не одни, Россия, а то, что другие страны поддержали и приехали на соревнования. Сам факт, участие, это уже очень ценно для нас. Поэтому очень здорово, все радостные, вообще грибной канал хороший, встречают хорошо зрителей и спортсменов. Честно скажу, сложно было приехать. Почему? Потому что перелеты очень долго. Мы добирались сюда больше суток. Это тяжело, дорога. Но как чего? Это спорт, не политики должны быть. Я понимаю, что, да, ну, как бы это наши как братья, Беларусь и Россия, это все братья. По-любому соревнования, все становимся, мы все спортсмены. Многим иностранным спортсменам действительно было непросто. Во-первых, борьба была на высоком уровне. И среди лидеров, как всегда, были Беларусь и Россия. Во-вторых, это, конечно, сложности с подготовкой. В конце августа был чемпионат мира по гребле. Поэтому перестроиться, и что самое главное, акклиматизироваться, успели не все, но многие. Единственное, в чем разница, это погода. Потому что в Колумбии такая погода весь год. А здесь, насколько я знаю, недолго. Кстати, колумбийц занял третье место в гонке чемпионов. Поэтому поездка себя оправдала. А само мероприятие действительно многие признали международным. Оно за последние годы стало одним из самых массовых среди других состязаний такого же уровня. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.